приветствуем вас на канале москвичи в крыму ну что только вчера снимал вам шторм поза поза вчера купался в море а сегодня у нас уже зима в кастрополе вот я сейчас стою на смотровой площадке около церкви вот церковь сзади меня и вот посмотрите в сторону поселка сколько снега на деревьях на ветках сейчас я пойду в сторону магазина и покажу что там творится по пути у нас пройдем по зимним тропам кастрополя то друзья окунемся в зимнюю сказку по-крымски с этого камня обычного снимаю stories на скалу и фигене вот как сейчас выглядит скала впереди снегу вот там то что темно-серое такое это море у которого не видно получается и снег и мне кажется даже небольшой туман посмотрите сколько снега на ветках нам не надо ехать даже на и петре за такой красотой просто все деревья вот так усыпаны как вы понимаете я даже сегодня никуда не поехал я утром хотел поехать в магазин благо посмотрел в группе то что не погода 7 из-за мило люди на машинах там встали просто сразу гололед образовался я думаю ладно тогда не поеду как раз солидной пора время было гулять я пошел с ней гулять у нас здесь поселки и начался снежочек где-то буквально наверное через сколько через минут 40 после того как я хотел поехать нашел думаете вот это на мило уже за два часа просто обалдеть и в магазин пойду сейчас в нижний кострополь решил взять с собой камеру что показать вам вот эту красоту смотрите рост зимняя сказка это черная тропинка от церкви которая ведет в нижний кострополь в сторону моря кто знает эту тропинку пишите комментарии были вы видели вот такую красоту когда она становится совершенно по-другому в зимний период но здесь обычно отдыхают здесь такой тенек постоянный можно отдохнуть и сейчас даже здесь видите снега нету потому что ветки раскидистые большие а вокруг снег вот здесь снег даже идет и причем он не перестает и по прогнозу я смотрел то что снег будет идти дальше смотрите просто все ветки в снегу наконец-то у меня получилось заснять вам такой кострополь а то чаще всего когда вот такая зима к нам приходит то снег валит обычно ночью а сейчас вот смотрите просто какая ветка о-хо-хо-хо сколько снега обалденных на машине теперь можно наверное я думаю пару дней не выезжать час на дорогах коллапс уже даже в ялте машины буксуют везде буксуют где-то почистили где-то не почистили техники конечно не хватает в такой период то есть красиво да я не спорю но есть свои конечно сложности когда приходит зима холода то есть происходит обрыв линий передач перестают свое движение наземный транспорт потому что но не приспособлен к таким условиям и по факту из-за того то что на дороге не посыпаны вот потом что бывает вода замерзает то есть мы в зимний период когда сильные морозы уже свыше минус 3 приходится дома воду чуть открывать потому что трубы закопаны не на глубине они на поверхности и мороз их сковывает вот и приходится открывать чтобы дабы в трубах вода не замерзла и чтобы потом не пришлось ремонтировать трубы или менять краны вот то есть к этому всегда подготавливаемся то есть красиво да но вот такие свои есть минусы но мы к нему уже привыкли кстати как бы нормально уже не так обращаем на это внимание как обыденное если идут морозы чуть при приоткрываем воду там ведра на улице с водой какие есть то все убираем вот животным воду даем ну потеплее не холодную из-под крана и все сразу нормализуется но на машине конечно лучше в такую погоду не выезжать вообще сейчас подойдем уже будем по ступенькам здесь спускаться здесь тупиковая дорога кто знает часто сюда наверно поворачивают вот сказка на улице уже 0 градусов к вечеру будет минус и аж до среды до четверга будет температура минусовая минус 1 минус 2 вот и периодически будет выпадать снег так что если уже доставать санки даже и горные лыжи мне кажется у нас кастрополе чтобы покататься смотрите какая прелесть вроде бы такие тоненькие веточки а как снег их облепляет все равно смотрится конечно потрясающе вот с этой стороны вот зима в этом году в крыму такая уже не первый раз нас заметает но именно чтобы показать вам вот эту красоту для ютуба первый раз у меня получается для инстаграма да я снимал даже он ветки как прогнулись обычно я здесь не прогибался я приходится даже немного проект пригнуться чтобы пройти потому что снег тяжелый он шел мокрый но он и сейчас принципе такой но все равно не совсем мокрый но тяжелый ветки под ним прогибаются вот за счет этого сейчас может быть кстати ли не передач обрывать главное дело чтобы свет был домах вот потому что может быть и что света не будет дома даже оборвет вот так день быть провод а по дорогам по таким то есть и крым энерго может и не доехать в ближайшее время придется без света и сутки-двое сидеть будем надеяться то что этого не произойдет такая у нас красотень здесь делитесь с друзьями этим видео я думаю им будет интересно посмотреть на крым зимой что происходит на и сейчас пойду куплю продуктов и как вы знаете видео рецепты я уже на youtube не выкладываю теперь буду выкладывать на дзенах что в принципе я и делаю так что переходите туда ссылки все в описании под видео на все каналы инстаграм все у нас есть а воскресенье у нас уже будет завтра прямой эфир в час дня не забывайте подошли в нижний кострополь кстати в нижний кострополь опять по ум не так много снега ноги есть все таки здесь температура пониже но как мягко падает смотрите какие хлопья снега обалденно до запас воды в этом году будет хороший у нас в крыму все пополнится потом вот этот таяние снега пойдет и реки водопады все пойдут водоема водохранилище водоем озера пруды все что есть кому все это накопится обилием воды я уже подошел к 39 дому здесь у нас магазин показал дорожку тропинку речка течет вниз туда так что друзья подписывайтесь на наш канал ставьте палец вверх пишите комментарии и до новых встреч пока